Субтитры подогнал «Симон» 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 Я просто был ошеломлен увиденным И конечно, когда я узнал, что он преподает в Суриковском Я выбрал именно его Потому что все художники, другие, показались мне мелкими И поблекли на его фоне И я притащил ему, это был 1980 год Свои эскизы и композицию «Засадный полк» «Куликовская битва» И в тот год у нас был такой ренессанс 14 века Мы все об этом говорили где-то была какая-то программа такая государственная, вспомнить подвиг наших предков, которые нашли в себе силы встать с колен и сбросить иго. И это очень было созвучно с нашим временем. Подспудно мы все чувствовали, что мы тоже находимся в какой-то атмосфере некой заколдованности России, подпитой какого-то самопровозглашенного иго, который мы самоназначили себе и вынуждены в нем пребывать и существовать. И вот я притащил в Зунову свои эскизы, он посмотрел, ему что-то понравилось, но он мне сказал, я вижу, что вы не были на Куликовом поле, надо обязательно там побывать. Вот чтобы была правда художественного образа, вам надо туда поехать, пережить все это, подумать и так далее. Но на прощание он сжал мою скользкую от пота и волнение ладонь и сказал, мы вас ждем, давайте экзамены ждем. Я помню, мы с Олегом Штехно скачили на моего коня, копейку салатово-зеленого цвета с проблесками ржавчины, помчались под Тулу, это была осень как раз, время, когда Куликовская битва и состоялась. И там мы с ним, с Олегом Штехно писали этюды, рисовали, я привез оттуда огромный букет трав. Конечно, ты не придумаешь этого, всего сидя в мастерской. Там был какой-то конский щавель, выпустившие седые космы такие вот, какие-то как древние какие-то старцы, там, калики перехожие, репейники какие-то, удивительные лопухи. Я просто от этого многоцветия, многообразия, мне просто голову снесло. Я у себя в мастерской, я помню, целую кучу навалил и любовался этим. Это, кстати, я перескочил уже лет шесть, это когда я над дипломом работал уже. А вот поначалу, поначалу Глазунов именно сбил меня еще и своей личностью, вот даже не сбил, а наоборот как-то окрылил, что в нашей советской действительности в то время все взрослые нам говорили, ну вот мы должны как-то понимать такие правила игры. Даже вот члены партии там или какие-то функционеры говорят, да, мы все понимаем, но нельзя иначе, надо вот вести линию. Вот такие правила игры. Но вопреки этим правилам у нас на глазах появлялись такие личности, как Илья Глазунов, которые ни по каким правилам не играли. Ну, не советский человек, так скажем. Абсолютно не советский человек, причем он умудрялся вызывать оторопи всех советских людей и как-то ставить их на место и смущаться тем, что они советские люди. Где бы Глазунов ни появлялся, всем становилось как-то неловко, что они советские люди. Да, потому что это был человек, который своей личностью, каждым словом, каждым дыханием своим, идеей, выброшенной в мир, он свидетельствовал, что он русский человек, что он любит Россию, что он предан своим предкам, что он всей своей жизнью хочет продолжить вот ту линию, которая тянется через века и ни в коей мере не прерывалась никогда. И нас, конечно, это очень вдохновляло и окрыляло. Мы видели, что вот так можно, что не надо подстраиваться, не нужно подделываться под какие-то условности, а вполне можно, как наш учитель, делать то, во что ты веришь, и не бояться ничего. Таких людей было, конечно, почти не было, очень мало. И то, что я оказался учеником Глазунова, оказало на мое становление, наверное, определяющее. Вот такое вот влияние. Ну, помимо этого, Глазунов еще, помимо всех своих убежденностей и духовных даров и таланта художника, он обладал еще одним удивительным талантом организатора и менеджера. Он мог осуществить любую замысел, все, что он хотел. И поэтому вот со своими подопечными, с нами, он делал тоже все, что хотел. Вот надо в Эрмитаже копировать. Он нас бросал в Петербург, размещал там в каком-то общежитии финансово-экономического института, с кем-то договаривался, кому-то что-то дарил, какие-то альбомы, все. И мы стояли, значит, и копировали старых мастеров. Для него не было преград. Если он считал, что нужно, как Архип Иванович Куинджи вот в свое время повез своих учеников и показал им европейские музеи, Глазунов решил, а почему наши ничего не видели? Он взял всю эту нашу банду бывших комсомольцев, которые не выездные, не видели вообще мира, посадил на самолет, отвез нас в Мадрид, там, показал Праду музей, да? То есть он делал все, что хотел. И под крылом этого человека было совестно не соответствовать, совестно, ну, как-то тоже не возлюбить Россию, не стараться стать каким-то серьезным художником, не петь вот эту апоэтизированную песню о нашем времени. И, конечно же, вот благодарность Илье Сергеевичу бесконечная. Вот та академия, в которой мы сейчас преподаем плод его жизненных усилий, ну, это подвиг, с которым мало что может сейчас сравниться, вот, потому что он предоставил возможность молодежи развиваться в направлении, в котором молодежь хочет. Сейчас много разных возможностей, там, можно туда пойти учиться, сюда, но если человек хочет постигать классику, если человек любит старых мастеров, любит великое русское искусство, его наследие, хочет продолжать традиции, то, наверное, лучше заведения сейчас не найти. Вот, и поэтому Глазунову низкий поклон, вечная благодарность, светлая память, и она никогда не иссякнет, пока его школа продолжает существовать. Конечно, у меня с этим возникает такая мысль, что к чему-то желаемому нужно очень стремиться и изголодаться, хотеть этого. То есть преодоление пройти определенные трудности, да? Ну, то есть вот советское и вот имперское. Вот тебе сложно найти, купить карандаш Агетуш, и сегодня все завалено, вдруг любой магазин завален разными материалами. И возникает инфантильность, и возникает вот такая присыщенность и недооценка возможностей. Я просто смотрю, часто же в Академии бываю, вижу, как некое такое, что ли, вот пробуксовывание идет вот в плане творческого горения, вот желание научиться, изучить. Потому что, конечно, бывают разные студенты, как все люди разные, да? Но вот почувствовать самоценность, возможности прийти в это замечательное здание, в центре Москвы, где тебе все открыто, все есть все возможности для постижения искусства. И вдруг такое вот некое, такое иногда бывает, пренебрежение, там, недооценка, там, такое непонимание, каким трудом это все добилось. Сколько было положено на Алтай того, чтобы из этого здания, где было там нескольких десятков учреждений, они выехали, и стал храм искусства, который назывался училище живописи воензорчества. Наверное, все-таки нужно два полюса в сознании, там, холодное, горячее, там, то есть вот некая недостача, ущемление самоличное, пост некий такой должен быть в этом отношении, чтобы ценить еще сильнее. Вот я думаю, то время, о котором ты расскажешь, 80-е годы, да, 90-е, еще до так называемой перестройки, когда можно все устало, вот делать то, когда еще нельзя делать. Мыслить так, как еще нельзя мыслить, да. О ком-то юрике говорить, о котором, как бы, знали только Павку Морозова, допустим. В связи с этим, мне хочется вот поговорить, допустим, о твоей картине «Засадный полк», которая действительно, она и дипломная, и, видимо, ты к ней сознательно и давно методично шел. Вот что ты в ней хотел выразить, и как ты ее формировал, сочинял, рождал, то есть вот это вот хотелось бы, потому что, ну, как правило, и все ученичества чаще всего дипломы у многих получаются достойны, хорошие картины, ну, так вот, скажем, так, возможность написать в стенах учреждения образовательную картину. Может, потом человек больше уже не будет писать картину, но возможность такая есть. Ну да, да. А «Засадный полк»? «Паразосадный полк», вот «Засадный полк». Дело в том, что, да, Куликовская битва вот с 80-го года меня зацепила, и диплом я написал в 91-м году. Довольно долго я эту тему разрабатывал, но, как я уже говорил, и мы все знаем, время было такое предреволюционное, предпереворотное. Вот, 91-й год, защита у нас была в начале июня, а в августе, по-моему, да, если я не ошибаюсь, случился этот вот путь, 91-й. То есть в обществе назревало такое вот ощущение надобности, или оно раздувалось специально, надобности, что так жить нельзя. Я выпустил фильм «Говорухин», значит, вот, колбасу все расхватывают, там, с прилавков на всех не хватает. И какое-то, вот, формировалось такое ощущение, что мы подгребли к какому-то краю, и надо вот все старое смести, и начать новую, светлую какую-то Россию, жизнь, перспективу и так далее. Но перекличка с тем временем, с 14-м веком, с героями Куликовского времени, вот этого, Сергием Радонежским, Дмитрием Донским, его братом Владимиром Андреевичем Серпуховским, вот эти имена были у всех на устах. Я написал картину, и на защите диплома, к сожалению, Глазунова не было. Я открою, может быть, тайну такую для всех. Глазунов не видел, и как я ее пишу. Он все время был занят весь этот год, и пропадал тоже по каким-то делам, то здесь, то за границу вынужден был улетать. Он увидел ее только в Манеже, когда у нас была выставка Илья Глазунов и новые имена русского реализма совместные. И вот там он увидел этот диплом, сказал, а ничего, у тебя дипломчик получился такой, я не говорю, что, я не к тому говорю, что Глазунов не помогал мне писать эту дипломную работу, а как раз вижу в этом какую-то его сверхпомощь, что он меня всему выучил, потом оставил в покое. И вот я от всей души желаю моим ученикам испытать то же самое, потому что когда мы ходим на вот эти вот еженедельные просмотры к ним, врываемся в мастерскую, и опять говорю, ну что ж, ты опять ничего не сделал, давай поднажми, это же дипломная работа, туда-сюда, и они потом приходят в себя несколько дней, и снова мы приходим, и снова наезд. Вот с моей точки зрения идеально это их выучить за пять лет и оставить в покое. Но я не об этом говорю, а говорю... Ну, сам посеял засадный полк, это вот на самом деле такой образ, что вот есть некие нестроения, да, в жизни, но есть какой-то резерв. Вот то ли это божественная помощь и молитвы на заступников Божьих, то ли это реальные люди, которые вот, то ли это сокрытые старцы, которые молятся за всех, и об этом никто не знает. И у тебя вот засадный полк из, как бы, реальных событий, вот, это же надо отметить, когда, это же внук Ивана Калиты, Дмитрий, а миссия-то Ивана Калиты, она огромная, кроме объединения Московского княжества, да, это как раз он сорок лет взял на себя такую миссию сорок лет собирать дань, чтобы татары не топтали, не жгли Русь. Ну да. Целевым образом сдавать эту дань в Орду. То есть выросло за эти сорок лет два поколения, не знавшие страха. Не знавшие, вот, что такое вот нагайка. И эти два поколения, уже с внуком Калиты, вышли вот на эту битву свободными русскими людьми. То есть вот это очень важно. Вот такой внутренний настрой. Конечно. Вот, и тогда уже не страшно, не этот Челубей с его заклинаниями, комлами, и вот это духовное противостояние с Пересветом. А твой засадный полк, как ты его формировал? Я там даже знаю некоторых людей, персонажей, в том же Леге Штыхно, там узнается человек. Да. Ну, как я его формировал? Я увидел во сне эту картину, на самом деле. Вот тот эскиз, который я в 80-м году написал, по воображению, еще до того, как посетил Куликово поле, он совсем отличается композиционно от этого решения. Когда я увидел поле, и возрос, может быть, в понимании русского искусства, потому что уже Суриковский закончил институт почти, у меня возник такой образ, вот самое удивительное, наверное, такое оцепенелое состояние испытываешь, когда предстоишь перед образами в храме. Вот это молитвенное предстояние очи в очи, вот это прямое. И вот это был, наверное, поразивший меня простой композиционный ход, когда все персонажи из кустов, из засады смотрят на нас, на зрителей. И возникает такой прямой контакт. Ну, картину увидел во сне, действительно, потому что, да и многие картины во сне приходят, мы часто ко всем приходят, мы часто просто потом проваливаемся и забываем их, и спим дальше. А нужно всего ничего, нужно найти в себе волю пробудиться и зарисовать то, что тебя приведет. Мне кажется, основополагающим там еще есть такое понятие, вот это дуб, это дерево, корневое. То есть вот эти люди, они не просто какие-то собранные со всех княжеств удельных, они люди корневые, русские люди, под сенью крона этого дуба. То есть их ничто не сломает, а дуб живет долго, им жить долго. То есть вот они люди за жизнь, против людей, которые за смерть. То есть вот эта вот крепкость, уверенность и надежность, вот какое являет себя дерево, дуб, да, и вот люди, которые вышли на эту сечу. Ну, совершенно верно. Где-то вот так вот я... Мне очень приятно, как ты прокомментировал этот образ дерева в моей картине. Очень точно. Я рад, что это видно. Ну, это мое восприятие, может быть, там как-то по-другому формировалось закладу. Очень приятно. Значит, это говорит о том, как ты глубоко вот постигаешь сокрытую от зрителя, может быть, первоначальную такую внешнюю сторону. Ну, всегда есть внешняя, а есть подтекст, который человек, может быть, он сознательно ведь и не чувствует, словами не сказать. Ну, конечно. Ну, что-то его токает внутри, он говорит, ну, вот так, так, так. То есть художник вот ведет какими-то путями, да, и выводит на понимание. А зритель, кажется, что он сам понял. Ну, да, так и есть. Я не забуду, как вот эту картину мы привезли в Бостон, и когда открыли галерею, там наша первая выставка, там были работы Олега Штехно и мои. Больше никого не было, два художника из России. И «Засадный полк» была центральная картина. И вот собрался цвет Бостона, интеллектуалы пришли, там же Гарвард, там русский факультет. В общем, пришли люди, такие, профессуры, студенты, какие-то там, бостонская знать. И так всех вот поразила эта картина, что я не забуду, как один старичок в сердцах стал говорить, что мы забываем в Америке традиции. Вот это наша старинная игра в гольф, которая, значит, у нас там всех объединял, «Теперь это все не так, молодежь не может это». То есть до смешного, но тоже цепляет по-своему какие-то... Ну да, да, то есть будет краневое в человеке. Да, действительно. Каждый видит свое там. Ну то есть ты вот после института пошел в такое свободное плавание, постижение мира. Вот в Америке там было несколько лет, да? Да, время-то было тяжелое. Вот у меня уже была семья и двое маленьких ребятишек. И надо же было чем-то кормить, на стипендию уже не проживешь. Жена сидит с детьми. Откуда? Я, значит, к счастью, познакомился с семьей американского журналиста Боба Абернези, который был аккредитован передавать новости из Москвы на шестую американскую телекнопку NBC News Боба Абернези. И там говорящая голова. Все вот эти вот интервью с нашей знатью там московской тех лет, генералы там, так сказать, предприниматели, все это он осуществлял. И мадам Шереметьева от скуки, потому что надо чем-то заниматься. Помню я ее. И, видимо, да, и корни, так сказать, в ней опять сработали. Она наводила мосты с художниками, собирала какую-то небольшую коллекцию графики, там подумывала о том, чтобы открыть галерею в Бостоне. И вот меня с ней познакомили. Я вцепился как клещ, потому что жрать нечего. А там такая хлебосольная семья, все, там, поможешь им, съездишь куда-нибудь, там, сумки разгрузить из машины туда-сюда, тебе кинут кусок салями, там, пару огурцов каких-нибудь, свежий батон. Ты приходишь домой, как король. Есть, в общем-то, чем утолить голод. На самом деле очень трудные были времена. Это 88-89 год, вот это все пропало, 90-й. Ну и вот, и когда они увидели мою преданность вот такую, они взяли меня с собой в Бостон. И там мы трудились над тем, чтобы сделать ремонт сначала в пространстве на Ньюбери-стрит, который они арендовали под галерею. Там надо было все заново покрасить, отремонтировать. Все было, убитое такое пространство. И мы вот с ее сыном, старшим Джоном, мы с ним, ну, несколько месяцев, как проклятые, там все делали, делали разведку, готовили все это к открытию галереи. Вот такая история. Вот это был мой такой опыт работы в Америке, где я очень многому научился, у мастеров, которые знали, как что делается. Вот в смысле оформления работ, подачи, экспозиции. У нас это было тоже еще в зародышевом состоянии, в нашем каком-то таком вот советском. И я научился резать паспарту без линейки, там точно очень соединять узлы, как-то их там замазывать специальными составами. В общем, этого никто еще тогда не знал из нас, а я был уже, так сказать. Ну, здорово. Я думаю, наша передача, она может быть в любом формате разговора и общения, но мне кажется, благодаря Михаилу мы делаем некое такое ретро воспоминание не только о его личной жизни, а жизни страны, о искусстве, о культуре, да, это летопись, это некий такой рассказ, который, может быть, кто-то уже подзабыл. То есть время оно такое скоротечное, вроде бы недавно было, но уже прошло, эпоха сменилась, строй сменился, да. Я думаю, что это очень важно нам сегодня увидеть, услышать и до следующей встречи с Михаилом Шеньковым. Редактор субтитров А.Семкин